Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня вам продемонстрируем установку версии 2021 в центре. Это более новая версия. Запускаем установку. Предварительно скачать можно будет дистрибутив оригинальной версии по ссылке. Ссылка будет ниже, в описании. Ждем пока установятся пакеты программ, обновятся нет фреймворк и так далее. Версия стабильная, работает хорошо. Также можно к ней прикрутить и оффлайн. Ссылка на оффлайн будет ниже, также под видео. У кого ребята старые машины, смысла нету. Если у вас машина в DAS диагностируется, то пользуйтесь 16 версией. Ее вполне достаточно. В новой версии для старых машин все меньше и меньше остается всяких возможностей. Нажимаем кнопку Далее. Я выбираю Европа. Дицензионное соглашение. Жмем Далее. Нажимаем Установить. Также всех предупреждаю, что никакого онлайна здесь не будет. Для этого нужны пароли официальные. Также машины 2021 года, такие как V223, V206, C-шки новые, E-шки новые. Диагностироваться без пароля у вас не будут. Ждем пока установится. Никаких кривых отломов. Если вы хотите нормально чтоб работало, ставьте оригинальный образ. Правильно настраивайте систему. Тогда никаких проблем у вас не будет. В центре. В центре программа нужна для диагностики. Все кодирование лучше производить программы Видеама или Монако. Здесь я вам показываю, что ничего не отключено. Ни бренд маузер. Ничего-ничего. Все было включено. То есть после того как установите уже будете делать настройки, вот тогда и выключаете все. Что после установки нужно будет применить патч. Также выключаем центры, PDF-центр. Обе вкладки выключаем, чтоб они не грузились автоматически, не вешали ваш компьютер и не выскакивало меню. Здесь мы показываем, что уже OpenPort. Программа работает под OpenPort. Драйвер уже стоит. Как установить драйвер OpenPort показано уже много раз. Смотрите на нашем канале. Также смотрите видео по кодированию. Вот запускаем через OpenPort. Ждем пока загрузится система. Версия у нас 06.20.21. Видим, что право доступа отсутствует. То есть программу нужно активировать. Запускаем конфигуратор, ConfigAssist и приступаем к настройкам программного обеспечения и активации. Запускаем кнопку Далее. Сохраняем ID номер. Запускаем наш патчик. Ребята, еще раз повторяю. Никаких отломов, ничего выкладываться не будет. Только оригинальная версия. По ссылке. Хотите настроить, пишите в Telegram канал. Видим, что ключик у нас не установлен. Запускаем патчик. Выбираем нужные вкладки. Также здесь оффлайн, да, сразу будет активирован. Блэклист. Запускаем инсталляцию. Копируем ключик. Запускаем еще раз ConfigAssist. От имени администрации лучше запускать. И завершаем настройки. На этом, в принципе, у нас законченные настройки. Применяем. И вуаля. У нас все работает. Никаких кривых файлов закидывать не надо никуда. всяких манипуляций с реестрами делать. Заниматься херней. Версия 0.6.20.21. Не забываем, там автоматически закинется файлик Ignition Enable, который следит за состоянием включенного или выключенного зажигания. Не забываем юзать его, если у вас старая машина, которая диагностируется в DAS. Еще раз показываю версию. В центре диагностика 0.6.20.21. С оффлайном. Все настраивается. Смотрим внизу описание. Внимательно читаем, что там написано. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok